Первый репортаж о мусорном коллапсе в садоводческом товариществе «Красная звезда» вышел в эфир 18 июня. Изменения, которые произошли за месяц, видны невооруженным глазом. Свалка мусора возле магазина «Дачная» стала больше. За несколько недель никто ее пальцем не шевельнул, чтобы ее убрать. Корень этой проблемы кроется в том, что садоводческое товарищество в 2020 году не заключило контракт с региональным оператором на вывоз ТКО. Поэтому горы мусора только растут. Дачники жалуются на антисанитарию и боятся возможных пожаров. В бюджете города заложено на саночистку города определенная сумма средств на целый год. Вот считайте, за этот промежуток времени, сейчас вот до июля, вот август, у нас все средства ушли на свалки, по борьбе со свалками на территории «Красной звезды». На два вопроса, кто виноват и что делает в сложившейся ситуации, нет однозначного ответа. Председатель «Красной звезды» ссылается на то, что участки земли возле водонапорной башни на улице Балыковской и около магазина дачной – это территория города, и он не должен там убирать мусор. Но прокомментировать ситуацию на камеру отказался. В администрации пояснили, да, это территория города, но мусор складывают дачники. Мусорная реформа, которая стартовала в России в 2019 году, перевернула представление людей о том, кто и как должен убирать мусор. И спустя полтора года жители страны не до конца разобрались, кто должен вывозить, когда и почему складировать отходы нужно именно на контейнерных площадках, а не бросать на ближайшем перекрестке. Новая схема по обращению с ТКО выглядит так. Муниципалитет обязан создать и включить в реестр места накопления ТКО. Потом юридические лица, а сдаводческое товарищество «Красная звезда» – это юридическое лицо, должны заключить договор с региональным оператором на вывоз с мусором. Последний, в свою очередь, в соответствии с контрактом, вывозит и утилизирует ТКО. Как нам пояснили в администрации, контейнерные площадки созданы. Следующий шаг – председатель «Красной звезды» Валентин Шостаков должен заключить контракт с региональным оператором. Вроде Валентин Николаевич собирается заключить этот договор. Единственное условие – он говорит нам, обустраивайте, я заключаю договор с регопером, буду по факту все делать. Но надеемся, что мы сейчас в течение недели-двух обустроим, мы уже точно будем знать, будет он заключать договор или не будет заключать договор. Если стороны не подпишут договор на вывоз мусора, то региональный оператор подаст на садоводческое товарищество в суд. И дальше ситуация будет только усугубляться. Страдают от этой неразберихи люди. На данный момент ситуация выглядит так. Договора с региональным оператором на вывоз мусора с территории «Красной звезды» нет. Значит, складировать мусор там нельзя. Нигде. В том числе и возле водонапорной башни на улице Балыковской. Там, кстати, установлен информационный щит. Но ни размеры штрафа, ни то, что ведется видеозапись нарушений, людей не пугает. Они по-прежнему выкидывают мусор на то место, где полгода назад стояли контейнеры. Но на вывоз крупногабаритных отходов, например, стройматериалов старой мебели, можно оформить заявку, оплатить услугу, и мусор заберут в назначенное время с дачного участка. Что-то можно использовать в компостах. Все остальное следует выбрасывать только в мусорные контейнеры. И как в этом случае не вспомнить народную мудрость? Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Канал 16 будет следить за тем, как идет мусорная реформа в нашем городе. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. СОРОВ-24.